Я его взял вообще не просто так, то есть у меня идей очень много, а вот вариантов реализации этих идей очень мало, и чтобы их было больше, соответственно, я использую разные современные материалы для того, чтобы увидеть, понять и для себя набраться опыта, потому что вряд ли ты будешь искать с вопросом, как сделать светильник, если использовать АБС или там какой-то там пластик, а потом его типа покрыть защитным составом из этого. И как он себя в этом виде поведет, стечет ли он, не стечет, какая будет адгезия к тому или иному пластику, при каких температурах он разрушается, выдерживает ли ультрафиолетовые лучи, сколько прослужит сам раствор по времени, выдерживает ли он мороз, то вот эти все вещи для меня очень важны. Поэтому я экспериментирую очень со многим и очень глубоко, даже если я про это не рассказываю, не показываю. Вот такая вот желтая, вот видите, как классно видно, вот все приборы вот через нее, вот я вам показываю, прям демонстрирую, вот так вот видно. Она заполирована, она покрыта лаком с двух сторон, а если посмотреть, то пластик выгорел вообще по-лютому. У меня есть два варианта. Два варианта, попробовать все-таки снять пластик, вот этот вот, либо же дождаться, когда мне придет ПВХ, ПВХ и попробовать отлить термически вот эту вот часть. Есть еще один такой вариант, самый такой. Купил я специальную эпоксидную смолу, то есть вот я сейчас вам три варианта озвучу. Так, я вот сейчас смотрю, да, вот эту часть, если я вот так вот спилю, да, вот так где-то, да, спилю, даже вот так, если я спилю, я думал установить на плоскость, вот, кстати, здесь сломано уже. О, трещинка пошла вот здесь. Если я спилю, вот так вот положу, замажу и залью, получится эпоксидное такое стекло. Подобрал я уже эпоксидку, не помню, сюда притащил, нет, должен был притащить. Эпоксидная смола двухкомпонентная, сейчас я вам покажу. Итак, вот такая вот смола мне пришла для ювелирки, ультрафиолета не боится, не боится ультрафиолета, вот двухкомпонентная, 300 миллилитров. И вот из нее я хотел сделать непосредственно себе корпус. Короче, давайте пока у нас тут все идет, сделаем эксперимент, экспериментик небольшой. Все равно это я буду выпиливать, либо же, получается, пластик выгибать под эту форму, поэтому можно провести маленький эксперимент. Возьмем немного. Я обычно так провожу эксперименты, на живую. Непосредственно возьмем раствор. Основной компонент это А. Потом, это уже мы не можем использовать, чтобы у нас никаких проблем не случилось с основным компонентом Б. Возьмем фломастер. Надо узнать, какая у него будет адгезия к этому пластику. Стоит ли мне заморачиваться и ждать? Или смысла нет? Все. Нанес, размешал. Сейчас немножко размешаем пинцетиком. Если что, он боится высоких температур с инструмента, я снимаю его непосредственно либо феном, либо горелкой. И тут у меня лак. Вообще, для чистоты эксперимента нужно было нанести его на сам пластик куда-нибудь вот сюда, вот в краешку. Ну, смотрите, прям, видите, прозрачным становится. То есть, если, по идее, по-хорошему, можно было это все дело защитить изначально. То есть, прозрачным становится прям хорошо. Ну, у меня уже нечего защищать, уже поздно. Где-нибудь вот здесь вот сбоку. Так, ну и все. Это надо посмотреть заодно, сколько оно сохнет. Вроде бы, как бы, написано, что быстро высыхает. Тут у нас идет инструкция. Т-р-р-р-р. Тщательно размешайте. Т-р-р-р-р. Необходимо добавить краситель. 5% пигмента. И ничего у нас про это нет. Все остальное это будет реклама. Так. Наносим. Вот еще не схватился. Там жизнеспособность получается у нас что-то в районе аж 30 минут. Ну, вот я посмотрю потом так побольше его это. Потому что, вот смотрите, если у нас вот здесь вот все хорошо, будет с жесткостью, можно первое, это спилить верхний слой и покрыть непосредственно эпоксидным составом. Таким способом мы с вами защитим. Видим, что под эпоксидным составом у нас пластик пока что не плавится. Это очень хорошо. Второе, мы проверяем адгезию. Если адгезия хорошая, мы можем сливами следующим образом поступить. Убрать поврежденный пластик ультрафиолетом, потому что он аж повредился до вот этой вот юбки, которая вставляется в пластик. Но тот, который за пластиком черным, он уже, видите, еще более-менее адекватный. Хотя ему уже 10 лет. Второе, если у нас адгезия плохая, у нас с вами также есть два пути. Если адгезия хорошая и у нас с вами вот здесь вот хоть зачищающийся не будет ничего, соответственно, нет смысла наносить эпоксидную смолу. Нужно выпиливать амбразуру и в нее заливать непосредственно, ну, размешивать, а заливать готовый раствор. Заодно узнать, сколько он сохнет. Кстати, к пакету можно посмотреть тоже. Это PET-пластик или полиэтилен, но это точно не АБС. Поэтому очень важно знать, какая у него адгезия. Про это не написано нигде. Где-то я там прочитал, что это разливается у нас и изготавливается якобы у нас где-то там с 2020 года. Поэтому надо тут чисто посмотреть. Естественно, я брал именно тот, который полностью прозрачный. Кстати, эпоксидная смола без запаха. Но, но, долго сохнет. Эпоксидная смола, которая с запахом, у нее гораздо быстрее кристаллизации происходит, ну, так скажем, затвердевание раствора. Быстрее происходит, поэтому я в основном такие использую. Но тут важно не то, сколько он будет по времени затвердевать, а то, чтобы была поверхность прозрачная и хорошая была адгезия. Самый идеальный вариант, вот на мой взгляд, это вот так вот спилить вот это вот все дело и зачистить кромку, поставить на идеально ровную плоскость, залить этот раствор. Потом, когда он застынет, его снять, удалить защитную пленку и после этого посмотреть эффект и что у нас в итоге получилось. Вот это, к этому я склоняюсь больше, чем к остальным другим вариантам. Но вот поверхность вот с этой стороны, судя по всему, то, что я нанес на пластик, это сразу у меня рождает на следующую мысль, для чего мне он нужен. Я его взял вообще не просто так. То есть у меня идей очень много, а вот вариантов реализации этих идей очень мало. И чтобы их было больше, соответственно, я использую разные современные материалы для того, чтобы увидеть, понять и для себя набраться опыта. Потому что вряд ли ты будешь искать с вопросом, как сделать светильник, если использовать АБС или там какой-то так пластик, а потом его, типа, покрыть защитным составом из этого. И как он себя в этом виде поведет, стечет ли он, не стечет, какая будет адгезия к тому или иному пластику, при каких температурах он разрушается, выдерживает ли ультрафиолетовые лучи, сколько прослужит сам раствор по времени, выдерживает ли он мороз. То вот эти все вещи для меня очень важны. Поэтому я экспериментирую очень со многим и очень глубоко, даже если я про это не рассказываю и не показываю. А потом, когда я просто начинаю рассказывать про это, большинство людей начинает умничать и предполагать немыслимые и нелепые отмазки, показывая свою некомпетентность человеку, который уже это протестировал. Ну, это поразительно. Это было всегда поразительно для меня. Вот я смотрю, что раствор не нагревается, хотя эпоксидная смола двухкомпонентная обычно разогревается, и это еще тоже может сказаться на самой поверхности. То есть многие вещи я просматриваю, анализирую. Здесь остались капли. Вот я вижу капли эпоксидной смолы, и это очень хорошо, потому что будет у меня потом вариант такой, что я возьму, например, лопатку, и лопаткой попробую их с пластика соскоблить. Но здесь вот не пластик. Вот здесь вот, по идее, должен быть пластик, а здесь лак на пластике. Соответственно, я проверю сразу в двух местах. И чисто на пластике, и адгезию, и чисто на лаке адгезию. Потому что как поведется этот раствор эпоксидный непосредственно на лаке тоже важно, потому что сверху я могу потом покрыть, у меня сейчас идет, по секрету скажу, лак. Я кое-как насобирал полтора литра лака автомобильного. Вроде как бы хороший, пишут. Ну, тоже посмотрю. Соответственно, это будет потом еще заливаться лаком защитным, потому что я не смог найти время жизни этого раствора. Но я вам так скажу, что вот сама эпоксидная смола, если вы будете искать, очень важно найти именно этот параметр, который обычно не указывают. И там есть такой параметр. Вот видите, желтеет. Желтеет все. И эпоксидные смолы, и пластики определенные, если нет защиты. Защита может быть как внешне наноситься, так и она уже быть дополнительно добавлен определенный химический состав в раствор, для того, чтобы не желтел пластик, смола и так далее. Вот это тоже очень важно учитывать. Поэтому, когда вы ищете какой-то раствор, необходимо не просто, чтобы он был прозрачный, и поэтому я переплатил на 100 рублей вот за этот, потому что там вроде бы как бы написано было, что ультрафиолет переживает хорошо. То есть живет раствор долго. Не в том плане, что он готовый долго живет. Нет, в том плане, что когда вы нанесли, сделали из него вещь, поделку, или еще что-то, отремонтировали что-то, и он сам по себе долго живет. Плюс этим раствором я хочу кое-что сделать. Но мне уже идет, я просто решил как бы абстрагироваться от всего и таким образом провести кое-какие свои эксперименты, на которые мне хватило финансирования. Так, посмотрим адгезию. Адгезия еще не застыла. Адгезии нету. Он от лака отстает, причем от самого лака отстает. Да, уж от пластика и от пластика отстает. Ну, в принципе, что-то там даже хватает, но это уже хорошо. если отлетит, то не сразу. Это есть хорошо. Значит, можно попробовать все-таки. Адгезия Адгезия Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!